Добрый вечер! Приветствую всех самых стойких. И готовясь к сегодняшнему выступлению, и посмотрев программу, я поняла, что все новости по собравительной терапии, традиционные новости уже все скажут. О лечении остеомодифицирующими агентами скажут, скажут о моей любимой кожной токсичности, и стало непонятно, о каких же новостях говорить. Дело в том, что мы находимся в очень интересный момент, когда на глазах всё меняется. Что же меняется? Меняется наше понятие о сопроводительном лечении, поскольку изменилась терапия рака. У адъювантной и неоадъювантной терапии расширились показания. Увеличилась агрессивность и продолжительность адъювантной и неоадъювантной терапии. Стало больше пожилых пациентов. Вспомните, неужели 10 лет назад кто-нибудь бы назначил адъювантную терапию рака молочной железы женщине в 70 лет? Уверяю вас, кроме томоксифена она бы ничего не получила. И цель сопроводительной терапии при адъювантной и неоадъювантной терапии – выполнить план лечения и снизить вероятность поздних осложнений. Мы надеемся, что наш пациент будет жить долго, и он должен не дожить до поздних осложнений. Поэтому там внизу газета «Русский инвалид», которая для меня символизирует то, что пациент на адъювантной терапии как бы сходил на войну и с нее вернулся. Теперь терапия диссеминированного рака. Увеличилось число линий терапии. То есть пациент, который получил 5 линий терапии, теперь это вообще как бы ничего необычного нет. Общая продолжительность терапии также увеличилась. Мы понимаем, что по 20, 25, 30 циклов терапии получают достаточно большой процент больных. У нас, наконец, выработалась четкая психология терапии неизлечимого хронического заболевания. Мы знаем точно, что диссеминированный процесс мы не вылечим, и значит, жизнь больного на длительной химиотерапии – это и есть его единственная жизнь. И никакой другой жизни у этого пациента не будет. Так вот, в 1908 году, когда итальянский марафонец упал прямо перед финишем, и судьи не засчитали ему марафон, были сказаны знаменитые слова «главное не победа, а участие». Так вот, жизнь пациента на фоне химиотерапии должна быть такой, чтобы это была жизнь. Мы должны все уйти от мысли, что мы сейчас поборемся, а дальше она наступит. Нет, сегодня и сейчас жизнь нашего пациента должна нас интересовать. Пациент продолжает жить во время химиотерапии – это его драгоценное время жизни. В это время у него происходит любовь, рождение детей иногда, иногда внуков. Вот на днях у нас девочка ушла на роды прямо с химиотерапией, такое бывает. Да, они встречаются, живут, работают, ссорятся, мучаются, то есть живут полноценной жизнью. И вот мне стало очень интересно. Вот новости, нет новостей в противорвотной терапии, нет принципиальных новостей в терапии анемии, там ничего не поменялось. И у нас 21 числа в Сан-Франциско наш съезд МАСК, этого нашего международного общества, поддерживающего терапию онкобольных, открывается. О чем же будет этот съезд? И посмотрите, какое огромное количество сессий теперь посвящено сексуальному здоровью онкологических больных. Я посмотрела за последние 6 лет, это, пожалуй, первый раз, чтобы так подробно и так хорошо обсуждалось. Мы чуть-чуть с вами не дотянули, и придется вам от меня, если получится, эти новости подробно слушать в будущем году. Но тем не менее, что у нас есть на сегодня? Сексуальное здоровье онкопациентов, оно становится все более актуально. И при этом, посмотрите, его, значит, наши коллеги, которые занимаются сексуальным здоровьем, здоровых людей, разложили на составляющие части, которые составляют как физическую, так и психологическую часть. Сексуальная дисфункция онкобольных связана одновременно с многими причинами. Это хирургическое вмешательство, лучевая терапия, химиотерапия, гормонотерапия. И частота сексуальной дисфункции зависит от типа рака и вида терапии, которые получал пациента. И вмешательство, которое может провести врач для уменьшения проявления этих дисфункций, тоже зависит от типа рака. Например, заместительная гормонотерапия противопоказана при гормоночувствительных опухолях. Мы бы хотели убрать некоторые симптомы и даже знаем как, но не можем. Итак, химиотерапия и сексуальная дисфункция. Очень часто тошнота, слабость, утомляемость способствуют сексуальной дисфункции как у мужчин, так и у женщин. Но мы забываем, что такие привычные препараты, как антиеметики, анальгетики и антидепрессанты выраженно снижают либидо. И алопеция снижает самооценку наших пациенток. Правда, недавно у нас пациент мужского пола купил себе женский парик, отнес в парикмахерскую и постриг его под мужскую стрижку, потому что для него это было чрезвычайно важно. Овариальная супрессия, которая сейчас по данным исследованиям софт и текст чрезвычайно широко пропагандируется в адювантной терапии, меняет жизнь женщины, особенно молодой женщины, до 40 лет принципиально. Мы старим женщину на 15-20 лет, хотим мы того или нет, но мы должны это понимать. Вазомоторные симптомы, нарушение сна, сухость влагалища, недержание мочи, перемена настроения, изменение волос и кожи, увеличение веса, невозможное достижение оргазма, для молодых женщин с авариальной супрессией является тягостным проявлением, последствием противоопухолевой терапии. Какие барьеры существуют у клинициста? Прежде всего, мы сосредоточены на других проблемах. Нас интересует число нейтрофилов, нас интересует уровень гемоглобина, показатели печёночных проб, общее самочувствие. Мы как бы отвергаем от себя эту проблему. Вторая проблема – это отсутствие подготовки. Мы не готовы, нас не учили онкологов решать сексуальные проблемы с пациентом. Третья проблема – это психологический дискомфорт. Не всегда удобно врачу с пациентом противоположного пола обсуждать эти проблемы. Не все готовы обсуждать эти проблемы и с пациентом того же пола. Барьеры пациента – это эмоциональный фактор, тревожность, смущение, возраст и культура. И здесь непонятно, хорошо, когда врач старше или когда врач младше. Потом сейчас у нас чрезвычайно в обществе важны религиозные мотивы. И не все люди по своим религиозным убеждениям могут обсуждать сексуальные проблемы с врачом. Восприятие сексуальных проблем как не медицинской проблемы, которая не имеет отношения к лечению. Незнание, непонимание вариантов лечения. И кроме этого, возможность что-то сделать по страховке или стоимость лечения также является важной составляющей этой проблемы. Коморбидность. Мы получаем пациента с сердечно-сосудистой патологией, диабетом, эндокринной патологией, с депрессией, с плохим образом жизни. Пациенты наши курят, они употребляют алкоголь, психологические проблемы у них могут быть с самого различного плана. Это все может также, кроме онкологических проблем, влиять на сексуальную дисфункцию. При этом мне бы хотелось отметить, было исследование, которое показало, что в процессе адювантной терапии как ингибиторами ароматазы, так и тамоксифеном, в течение первых трех месяцев идет выраженное нарушение у женщин именно тех проявлений побочных эффектов, которые приводят в результате к сексуальной дисфункции, такие как сухость влагалища, потери сексуального интереса и другие. Онкологи в исследовании, которое было опубликовано в 2011 году, посмотрите, сколько здесь черных полос, которые показаны, что онкологи не обсуждают со своими пациентами вопросы сексуальной дисфункции. Рекомендации НССН дают достаточно четкие советы о том, как обсуждать это больного. Первое. Спросить на приеме о сексуальной функции. И дальше здесь есть очень важный момент. Согласен ли пациент обсуждать эту проблему или нет? И если посмотреть, то вот эти две верхних участка говорят о том, что пациент отказался обсуждать эти проблемы. То есть, составляя эти рекомендации, в НССН понимали, что не все на это согласятся. И если пациент согласился, то дальше начинается вопрос. Посмотрите, у нас врач на приеме, который работает с пациентом, он онколог, у него масса других проблем. И предлагается, кроме этого, еще оценить влияние терапии на сексуальную функцию, оценить влияние авариальной супрессии или андрогенной депривации, коморбидность. Можно определить уровень тестостерона у мужчины. И лекарственные препараты, влияют они или не влияют на сексуальную функцию пациента. То есть, получается, как бы по объему это второй прием. Опросник, который используется у женщин для оценки сексуальной дисфункции, самый главный вопрос в нем – хотите ли вы говорить об этом с доктором? То есть, пациентка может отказаться и отвечать на данные вопросы. И в том случае, если мы работаем по этому вопросу с женщинами, то мы должны выяснить у нее симптомы менопаузы, снижение либидо, боль во время полового акта, ненаступление оргазма, проявление депрессии. И посмотрите, в конце даются советы. Практически с большинством этих проявлений идет отсыл к новому специалисту, к урологу, гинекологу, психологу. То есть, мы должны прибегнуть в этом случае к помощи иных профессионалов. Атрофические изменения влагалища, вызванные менопаузой, происходят прежде всего из-за снижения вагинальных выделений, истаньшения вагинальной ткани и повышения pH. Смена pH в влагалище ассоциируется с вагинитом и изменением флоры. То есть, к сожалению, наши пациентки страдают от этого. В рандомизированном исследовании было предпринято сравнение вагинального эстрадиола с вагинальным кремом тестостерона. А почему тестостерон? Потому что больной гормонопозитивный раком молочной железы мы не можем назначить эстрадиол, не имеем права. Оказалось, что это равноэффективно как минимум. Естественно, сейчас очень много обсуждается. Это первая женская виагра, если так сказать образно, флебонсерин. Но оказалось в метаанализе огромное количество нежелательных явлений, причем это не одноразовый прием, как у мужчины, а это длительный прием как минимум в течение месяца, в том числе внезапные обмороки. То есть нам ко всем проблемам наших больных еще бы не хватало бы еще одной проблемы за счет этой терапии. Поэтому пока он прозвучал мелким шрифтом в рекомендациях НССН, но всем не рекомендуется. Для сексуальной дисфункции у мужчин огромный опросник, который по сути является как на приеме у андролога, о сексуальной дисфункции. Причем последствия химиотерапии на ректильную дисфункцию за счет изменения парциального давления кислорода и изменение сосудистой стенки является очень серьезной проблемой. Частота эректильной дисфункции после простатоктомии доходит по данным разных исследований до 96%, а в метаанализе была оценена вероятность восстановления эректильной функции, и она составила 58%. Итак, когда мы общаемся с мужчинами, мы должны обсуждать с ними по рекомендации НССН то, что, например, женщина-врач не очень бы хотела обсуждать со своим пациентом мужчиной, и он бы, наверное, тоже не всегда бы хотел это обсуждать, эректильную дисфункцию, снижение либидо, нарушение эякуляции, ненаступление оргазма и проявление депрессии. В результате мы должны перенаправить наших пациентов уже к различным специалистам, таких как уролог, психолог и так далее. Два слова о кожной токсичности, заканчивая вопрос о сексуальной дисфункции. Посмотрите, это иллюстрация из греческого исследования о том, что новые виды терапии вызывают новые виды кожной токсичности. Это проявление кожной токсичности на неволумаб, полное обесцвечивание кожи лица, но самое интересное, что после отмены препарата пигментация кожи вернулась. То есть нас ждут новые интересные вещи, в том числе и при кожной токсичности. Значение предупреждения, своевременная коррекция дерматологической токсичности, которая ассоциируется с ингибированием ЭДЖФР, остается актуальной темой и сегодня. И в этом году у нас в рабочей группе по дерматотоксичности Российского общества клинической онкологии в апреле месяце был проведен расширенный круглый стол, и в результате этого расширенного круглого стола на сайте РУССКО выложена инструкция. Она выложена в разделе «Пациентам», и мы призываем вас пользоваться ей. Она тем хороша, что ее легко распечатать. Здесь написаны без названия лекарственных препаратов простые правила жизни пациента по обработке кожи, по использованию воды, мыла и так далее, солнцезащиты для пациента, который получает ингибиторы ЭДЖФР. И ниже остаются полосочки, это место, где доктор может уже сам написать лекарственные препараты. Таким образом, мы полностью в этой памятке для пациента соблюли то, что доктор назначает лекарство, и лекарство не пропечатано заранее в данной памятке. Она в разделе «Пациентам» на сайте Росонковеб. В профилактике кожно-ладонно-подошвенного синдрома во всех руководствах сейчас внесены обязательные кремы с мочевиной с процентом не менее 10%. Они у нас есть отечественного производства, и они в клиническом исследовании показали высокую эффективность. Мета-анализ из восьми исследований передоксина до профилактики ладонно-подошвенного синдрома, к сожалению, провалился, и не найдено было клинических доказательств в поддержку использования передоксина именно для профилактики ладонно-подошвенного синдрома во время химиотерапии. Аллопеция. Все чаще, в том числе и отечественные данные, набираются по возможности применения охлаждающих шлемов для профилактики аллопеции, и это внесено в ряд рекомендаций, но при этом мы должны понимать, что холодовая травма кожи головы при этом также возможна. Поэтому, если в конкретном учреждении этот опыт набирается, то мы должны понять, что это не стопроцентная защита от аллопеции, и существуют у метода побочные эффекты. Еще одна очень интересная мысль про нихи, которые у больных при длительном приеме ингибиторов и GFR возникают по очереди под каждым пальцем. Прошло большое клиническое исследование, которое показало, что топический бета-блокатор, он у нас тимолол, есть у нас он в нашей клинической практике, используется для лечения гемангиом, у детей, дает выраженную пользу пациентам при паранихии. И вот посмотрите, это публикация данного исследования, под повязку он наносится и дает хороший клинический эффект. Пожалуй, впервые появился новый препарат в лечении паранихий, кроме стандартных, обычно пациенты мучаются по несколько месяцев. Еще одна интересная вещь, а препитант противорвотный препарат оказался эффективным при тяжелом зуде. Это его такое побочное, но нужное нам действие. И его даже внесли офф-лейбл в клинические рекомендации в немецкие, и написали, что априпитант может быть использован к терапии при зуде, если зуд рефрактерен к обычной терапии. Офф-лейбл. Это редкий вариант, чтобы в сопроводительное лечение что-то офф-лейбл внесли. И в исследованиях показали высокую эффективность, до 91% эффективность, хотя было маленькое исследование. И вот это тоже очень интересно, китайская публикация, которая показала, что не только зуд снимается, но вообще сыпь исчезла на фоне априпитанта. Такое вот интересное наблюдение. И опять-таки появилась группа по изучению кожной токсичности МАСК, рекомендует при лучевой терапии профилактически, можно получить пользу, мне вот понравилось очень, применение антиперспирантов при лучевой терапии молочной железы. Опять-таки впервые пациенты очень страдают от лучевых реакций при лучевом поражении кожи подмышечной области. При использовании антиперспирантов при лучевой терапии на подмышечную область уменьшает эти проявления. И теперь еще два слова о сердечно-сосудистых заболеваниях. Наши женщины болеть стали ими все чаще. Коморбидность – это серьезная проблема, и не надо надеяться получить здорового пациента. И среди сердечно-сосудистых пациентов прежде всего это ишемическая болезнь сердца, и церебровоскулярное заболевание. И желудочковая аритмия у мужчин и женщин возникает с разной частотой. И женщина в 60 лет это тот самый пациент, который с наибольшей вероятностью даст нам сложные аритмии. Удлинение КУТЭ, про которое мы ничего не знали еще несколько лет назад, сегодня стало очень актуальным, потому что, с одной стороны, ряд химиопрепаратов и таргетных препаратов его вызывают. С другой стороны, осложнения терапии, такие как дегидратация, электролитный дисбаланс, поражение печени и почек его усиливают. И сопроводительные препараты, такие как антиеметики, антидепрессанты, антигистаминные, противогрибковые, также удлиняют КУТЭ. Большой анализ 24 тысячи больных метастатическим раком молочной железы, посмотрите, 8% имели в риск удлинения КУТЭ до начала лечения, еще 8% получали препараты, которые удлиняют КУТЭ, и 15% имели сопутствующие заболевания, которые тоже увеличивают вероятность удлинения КУТЭ. И только 1% из них был поставлен диагноз удлинения КУТЭ. То есть, понимаете, мы должны быть готовы к тому, что количество больных, которые могут дать нам нарушение ритма, будет увеличиваться. И немецкое исследование, где было показано, что 57% больных раком молочной железы в данном исследовании имели риск удлинения КУТЭ, и 40% получали препараты, которые увеличивают риск. И это не было на момент начала лечения химиопрепаратами, удлиняющими КУТЭ, не было замечено онкологами. Противоопухолевые препараты есть все у нас в перечне на сайте Росонковеп. Еще два слова. Кумулятивный риск кардионежелательных явлений у больных раком молочной железы в исследовании СВОК, это адювантная терапия, увеличивали диабет, артериальная гипертензия и заболевания коронарных артерий. И три фактора риска из этих трех – диабет, гипертензия, гиперхолестеринемия, заболевания коронарных артерий и ожирение. В том случае, если три из этих факторов есть, вероятность сердечных проявлений, нежелательных явлений на адювантной химиотерапии значительно увеличивалась. Таким образом, в рекомендациях по сопроводительному лечению в онкологии значительных изменений за год не произошло, но, несомненно, главное направление сейчас – это поддержка максимально нормальной жизни у онкопациента и победа мультидисциплинарного подхода. Коморбидность заставляет нас собирать мультидисциплинарную команду. Благодарю за внимание. Продолжение следует...